приветствую всех зрителей на моем канале влак оскар сегодня речь пойдет не о автомобилях и то как на них можно заработать а про постройку гаража и в том числе дома 10 на 12 верхнем правом углу будет отображаться цена на текущий момент и все этапы постройки будут показаны в этом видео смета будет прикреплена в том числе мне можно сказать повезло я украл участок за 375 тысяч первым делом как я купил участок сразу же я принялся его расчищать так как чтобы туда подойти пришлось бы точно ноги сломать трактор расчищал весь мой участок 6 часов там был кем-то когда-то построен дом и оковалки фс пришлось убирать их достаточно сложно и тяжело было взять и захватить чтобы увезти плюс ко всему трактор мне еще сделал спуск для гаража так как мой гараж будет располагаться под домом и находиться он будет полтора метра под землей на принятое мною решение сделать гараж под землей повлияло несколько факторов первое у меня уже была яма 15 на 15 и засыпать ее не хотел так как засыпать эту канаву выходило около 120 тысяч рублей а это собственно затраты на стены гаража второй фактор я бы не хотел занимать квадратные метры у себя во дворе так как у меня уже есть опыт использования гаража под домом меня все устраивает и безотлагательно я приступил к заливке фундамента на своем мерседесе я возил все что мне необходимо на которой кстати есть обзор на моем канале в первую очередь мы конечно же разметили все на свои места кстати говоря было очень обидно что здесь был фундамент под такой же дом как мне нужен но только он был развернут наоборот и мне пришлось сделать точности такой же фундамент но уже рядом после грамотной разметки фундамента моим братом инженером я приступил к долблению старого вот такого чугунно-бетонного фундамента так как моя лента фундамента проходила именно здесь и мне конечно же ну в этом плане не повезло в остальном было все нормально все везде проходило ну я конечно принялся это все долбить и у теперь начинается самое интересное где очень много разногласия людей становится как делать фундамент какой ширины какой высоты на какую подложку на какой грунт и так далее друзья в моем случае грунт был очень очень твердый в прямом смысле слова я его рубил топором поэтому мне не пришлось сделать подсыпку из щебня трамбовать все это или добавлять туда песок но вы поняли о чем я сделал прям на землю заливал прямо на землю для меня фундамент это очень важная вещь поэтому я сделал ему большую и хорошую площадь так как ширина фундамента превыше всего не важно сильно какой высоты у вас будет важно какая будет площадь соприкосновения с землей моем случае 80 сантиметров ширина и 50 сантиметров высота арматуру я проложил 4 сверху и 4 снизу диаметром 12 миллиметров на фундамент у меня ушло чуть больше куба леса это 24000 рублей плюс бетон 16 кубов 77000 рублей пока фундамент набирает свою прочность я задача со плитами перекрытия плиты перекрытия пустотки мне обходились на мою площадь 240 тысяч рублей и это никак не вписывался в мой бюджет я стал искать альтернативу и нашел ее так уже многие строят уже доказано что это нормально плиты пкж они мне обошлись 50 тысяч рублей разница в плитах была лишь в том что плиты пустотки могли лечь от начала и до конца а чтобы уложить плиты пкж мне нужно будет установить вот такую балку через плечо то есть дополнительная опора закупив необходимый строй материал я приступил к возведению стен конечно же трактор у меня здесь поработал все спланировал сделал мне хорошую засыпочку между фундаментом купил крупнозернистый строительный песок щебень а вот теперь самое интересное друзья из чего я буду строить дом и почему я выбрал именно этот стройматериал а именно керамзитный блок есть еще альтернатива газобетон конечно же он теплее чем керамзитный блок но керамзитный блок с утеплением пенопласта 100 миллиметров намного будет теплее нежели газобетон в 30 сантиметров плюс ко всему по моей технологии постройки этого дома он не подходил а именно технология такая каркасно-бетонный дом чем она заключается середина где устанавливается балка заливается огромный бетонный столб с двух сторон собственно на них и опираются плиты и углы они тоже заливаются бетоном армируются и получается каркасный бетонный дом такие вещи строят обычно в сейсмических зонах там где бывает землетрясение хоть у меня землетрясения и нет но посчитав так выходит дешевле и намного намного крепче а я люблю когда очень крепко плюс ко всему я не знаю как газобетон себя будет вести под землей вот такой процесс уже здесь пошел так вот они уже сделали получается за три дня уже вот все мой рост все уже пошли на верхушечки на верхушечки кидать красота красотулечка вот этот я уже привез от другого человека потому что они выработали 48 палетов по 100 штук за три дня а человек не успел их производить вести вот эти вот такие вот то есть пришлось поехать у стороннего человека купить но здесь классно все конечно супер-пупер ну-ка отстрелим по ниточке классно все ровненько а круто такое помещение обалденное да смотри что получается здесь вот закончился третий день класс уже вырисовывается вырисовывается гаражик классненько а вон лежат плиты перекрытия уже готовые ждут своего часа а керамзитный блок сто процентов будет хорошо себя вести под землей так как это уже проверено это бетон он стоит ему ничего там не будет я хочу построить очень энергосберегающий дом то есть чтобы просто так не тратить энергию на отопление этого дома пенопласт 100 миллиметров реально говорим творит чудеса очень теплые дома а теперь еще один очень важный вопрос строить ли дом самому или нанимать рабочих друзья я придерживаюсь такого правила если есть возможность зарабатывать деньги на своей работе больше чем оплата труда твоих рабочих у тебя на стройке тогда работы так будет намного эффективнее плюс тебе не нужно будет обучаться стройке с нуля и ты не будешь рвать пупок один на этой стройке и плюс ко всему люди которые делают это постоянно сделают лучше чем это сделаешь ты на своих ошибках когда я работал и делал фундамент своими руками я купил лес думаю сейчас я его сделаю за два дня и будет все готово сэкономлю кучу денег не понимая почему рабочие столько берут много бабок за заливку фундамента я решил залить его самостоятельно друзья я там чуть не умер еще было лето жара я обмотался весь тряпками поливая постоянно на себя водой чтобы хоть как-то продлить себе жизнь плюс ко всему было постоянно переутомление потому что ты работаешь один можно конечно найти себе одного помощника и я его брал иногда но все равно друзья с бригады это никак не сравнится поэтому я принял решение что стены и такие сложные тяжелые работы я доверю профессионалам в общем бетонные работы возведения стен и так далее пусть делают они у нас с вами еще будет возможность здесь поработать возможно я буду сам собственноручно делать кровлю будем делать отделочные работы лестницы и так далее очень очень много еще здесь работы и еще друзья да действительно этот миф работает когда ты считаешь на листке выходит одна сумма а когда приходит все к делу то совсем другая сумма выходит обычно говорят так на листке посчитал умножай на 2 это будет реальная твоя стоимость постройки забегая немного вперед скажу вместе с покупкой и постройкой того что вы сейчас видите мне все это обошлось 962 тысячи рублей если считать только материал это 451 тысячи рублей на 2021 год за работу бригаде я отдал 130 тысяч рублей это возведение вот этих стен заливка арма пояса и заливка моих углов у этого дома всю смету я прикреплю в конце этого ролика увидите поставите на паузу и там все будет подробно написано это будет все что было затрачено на этот дом конечно если строить только жилье выйдет намного дешевле но у меня будет дом с мастерской и для меня это важно поэтому друзья еще очень очень много что предстоит тут сделать планы на этот 2022 год запустить полностью мастерскую провести электричество сделать отопительный прибор сделать воду в дом во двор завести подключить все сделать лестницу поставить ворота засыпать остаточный котлован вокруг дома поставить забор и многое многое другое все это я буду уже делать сто процентов своими руками так как я от этого получаю максимум удовольствия что-то делая для себя и потом любой с результатом конечно же обо всем этом я буду просвещать и вас если вам это интересно вы знаете что делать делитесь этим видео с друзьями поставьте палец вверх этому видео и тогда у вас и у нас будет все очень хорошо друзья также я буду очень рад выслушать ваш опыт напишите мне об этом всем в комментариях также конструктивную критику тоже буду рад прочитать услышать от вас что я неправильно сделал что нужно было бы поменять для меня на данном этапе это очень важно потому что я только строюсь и еще многое предстоит сделать совсем скоро начнется уже сезон стройки и мы с вами будем видеться намного намного чаще друзья вы были на канале лакоскар я же буду с вами прощаться всем пока уложил первый рядочек кирпичей вот так вот здесь сверху у нас выглядит плитки все на месте полы идеально ровненькие районы а вот только то ли вот это ободрать принципе все выглядит это дневной свет вам такие вот такой столб поставил на балку опора все здесь вот собственно говоря рабочая зона будет вот здесь по 5 метров от трубы до стены там и тут за глаза отлично возле нее какой-нибудь островок можно сделать инструментальный чтобы середины гаража сразу в любое место идешь все даже можно сейф прям по кругу к нему приводить квадратный такой короче вот так вот все лестницы наверх теперь уже делать лестницу и лазить туда уже кирпичи таскать